Основная цель презентационного мероприятия «Я эксперт» – рассказать о деятельности Комитета судебных экспертиз и нюансах работы его специалистов. Мероприятие рассчитано на старшеклассников. Им скоро делать свой профессиональный выбор. Может быть, окончательное решение они примут именно благодаря подобным инициативам. В рамках празднования пятилетия образования Государственного комитета нами проводится ряд мероприятий. Одно из них – это знакомство со службой судебных экспертов. И мы сегодня проводим первую часть Дня открытых дверей, выездной День открытых дверей на базе 8-й средней школы города Бреста. Для того, чтобы рассказать учащимся, будущим нашим кандидатам на службу, на работу, о специфике нашей службы и о наших возможностях. Участники мероприятия ученики 8-й Брестской школы познакомились с современным криминалистическим оборудованием, позволяющим идентифицировать преступников. А также смогли примерить на себя роль экспертов. Интересно было всем, но для некоторых школьников это и вовсе своего рода посвящение в профессию. Есть среди учеников те, кто уже сегодня точно решил стать экспертом-криминалистом. Я собираюсь поступать в Академию МВД именно на следственную экспертную факультет. И для меня не будет лишним узнать что-нибудь новое на данном мероприятии. Потому что я знаю, что это интересно, и это мне поможет при поступлении и в процессе обучения в Академию. Мероприятие состояло из нескольких частей. В игровой ребята смогли проверить свою смекалку, наблюдательность и внимательность. Нужно было ответить на так называемые хитрые вопросы. К примеру, какое отношение имеют сладости к экспертному ведомству и почему погибали монахи одного из католических монастырей. Несмотря на такую легкую форму, диалог получился содержательным и полезным. Школьники узнали больше о работе ведомства, специалисты о том, что волнует и интересует молодежь. Профориентационная работа позволяет на практике самим ребятам увидеть, почувствовать это и для себя принять решение. Готов, может и в дальнейшем определить судьбу с выбором того или иного высшего учебного заведения.